Всем бодрого настроения, ребята, и сегодня про мой опыт использования портативного Full HD проектора Xiaomi OneBo T2 Max. Я пару месяцев назад спрашивал в своей группе в ВК, на какой именно проектор сделать обзор, на этот или на Blitzwolf, и так как количество голосов примерно разделилось поровну, то взял оба. Сегодня про OneBo. Это Android проектор с 1 гигабайтом оперативной памяти и 16 гигами встроенной, имеется возможность подключения по Wi-Fi и Bluetooth. Основными плюсами данной модели является портативность и, конечно же, поддержка Android со всеми вытекающими из этого плюсами и минусами. Но сначала о приятном. Как известно, основной бич подобной техники – это пыль, которая попадает внутрь при работе проектора, оседает там и со временем начинает создавать помехи при воспроизведении изображения. Как уверяет производитель, они разработали специальную конструкцию и адаптировали систему охлаждения, чтобы исключить возможность появления пыли на линзах. На проекторе с лицевой стороны расположена линза, она стеклянная. В нижней части – решетка, за которой установлен вентилятор для принудительного всасывания воздуха и охлаждения устройства во время работы. По бокам два динамика по 3 Вт каждый. В верхней части расположено кольцо фокусировки, а также кнопка включения. На тыльной стороне разъем питания USB 2.0, HDMI 2.0 и аудиовыход в 3,5 мм. В нижней части – решетка для выхода теплого воздуха. Снизу на проекторе есть резьбовое соединение для крепления его, например, на штатив или на кронштейн. В целом по дизайну и внешнему виду претензий у меня нет. Проектор компактный, легкий, весь минимально необходимый функционал на борту. Жаль, что нет встроенного аккумулятора, чтобы взять его с собой на природу. Родные динамики тут, конечно, унылая Г, но за счет наличия выхода в 3,5 мм и Bluetooth модуля, ничто не мешает подключить к проектору внешнюю акустику или наушники. Лаунчер по интерфейсу напоминает Android TV. В верхней строке выводятся различные предложения по просмотру роликов с YouTube. Ниже строчка с магазином приложений, а также установленные программы. Магазин приложений откровенно скудный по выбору, поэтому многие проги придется ставить с помощью флешки и APK файлов. Из предустановленного – это Netflix, Facebook, Amazon, Google Chrome и всеми нами любимый YouTube. С помощью приложения Zoom Setting можно, во-первых, зумировать картинку, а также выполнить коррекцию трапеции до 40 градусов. Но лучше этого не делать, так как тогда проектор начинает очень сильно мылить картинку. Приложение MCAST позволяет подключать к проектору ваш смарт посредством Wi-Fi и стримить изображение с дисплея смартфона в реальном времени. Local MM – это приложение-проводник, которое дает доступ к файлам внутри проектора, к флешке, если она установлена, плюс имеется поддержка Samba сервера, ну если вы, конечно, организуете его в своей домашней сети. Также имеется предустановленное приложение, которое позволяет использовать смартфон в качестве аэромыши и тачпада. Я еще дополнительно установил VLC Player и программу для просмотра IPTV. Таких популярных в России приложений, как Кинопоиск HD и WING, к сожалению, в предустановленном магазине нет, их придется устанавливать с флешки. Отдельно можно вызвать меню настроек Android, здесь задаются параметры Wi-Fi, подключается Bluetooth устройство, можно выбрать язык системы, посмотреть установленные приложения, удалить их, выбрать дату и сбросить все на заводские настройки. Ну и теперь о минусах, которых, к сожалению, здесь гораздо больше, чем плюсов, и некоторые из них можно исправить с помощью перепрошивки устройства, замены лаунчера, получения мрут прав и разгона процессора, а некоторые, к сожалению, никак не поправить. И самый, как по мне, основной косяк данного девайса – это низкая яркость изображения. Использовать его получится только в полной темноте, в темное время суток, либо в помещении, где установлены шторы типа Blackout. Но даже в полной темноте, если проектор стоит на расстоянии где-то 2,5-3 метров от экрана, яркости откровенно не хватает, поэтому оптимальное расстояние, на мой взгляд, до экрана от проектора – это где-то 2 метра. Картинка четкая только по центру, по краям, даже если вы выставите проектор ровно напротив экрана, она все равно имеет небольшое размытие. Плюс во время работы сильно греется блок питания, поэтому не рекомендую его укладывать на лакированную мебель, могут остаться следы. Теперь то, что касается программной части. Работает проектор на андроиде шестой версии. Гига оперативы данному проектору откровенно не хватает, и отклик на команды тут очень большой. Запуск приложений длится долго. На родной прошивке идет просто дикий пропуск кадров при воспроизведении видео. Это общепризнанный факт, об этом пишут на всех форумах, и на текущий момент решения нет. Все ждут новую версию прошивки от производителя, ну или докупают HDMI TV-боксы, например Xiaomi Stick, подключают их в соответствующий разъем на проекторе и наслаждаются плавным воспроизведением видеофайлов. Но этот способ влечет дополнительные расходы во-первых, а во-вторых, зачем тогда переплачивать за андроид на борту самого проектора. При воспроизведении видео можно вызывать дополнительное меню, на котором настраиваются параметры по яркости, цветопередаче, световой температуре, пресеты эквалайзера и зуммирование картинки. Стандартный набор функций, ничего особенного. Встроенный лаунчер также откровенно убогий. Тут минимальное количество настроек, крайне скудный магазин приложений, как я и сказал, тут нет многих современных онлайн кинотеатров, поэтому его также придется менять. Короче, чтобы довести эту железяку до ума, вам придется пару дней посидеть на одном общеизвестном форуме, почитать комментарии по поводу обновления прошивки, замены лаунчера и установки дополнительных приложений. Просто достать из коробки и начать комфортно пользоваться данным девайсом не получится. Но даже после всех этих манипуляций, как я уже и говорил, пользоваться этим проектором можно только в темное время суток. Оптимально, как мне кажется, это устройство подойдет для детской. Смотреть мультфильмы, играть в приставки, ну или дома организовать какой-то просмотр совместно с друзьями. Но для организации именно домашнего просмотра на постоянной основе я бы его не советовал. Многие в комментариях пишут, что кстати очень шумная модель проектора, но мне так не показалось. При просмотре фильмов его работа никак не напрягает. Ссылку, где брал я, оставлю в описании. Там же будет промокод для скидки. Покупать, не покупать, каждый решает самостоятельно. Кому, кстати, интересна информация по купонам, промокодам, распродажам в различных интернет-магазинах, чтобы, как говорится, максимально экономить на покупках, добро пожаловать в мой телеграм-канал. Там много инфы по этому поводу. Ссылка на него также в описании. Если остались вопросы, задавайте. Все читаю, на все отвечу. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Всем пока и не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok